Естественно, после всего, что случилось. Да, но дело в том, что Патрисию пришлось срочно прооперировать. Им не удалось спасти ребёнка. Но я должен тебе сказать, что это был твой ребёнок. Это был твой ребёнок, Сезар Августа. Она не хотела говорить тебе, чтобы ничем тебя не связывать. Сезар Августа Сезар Августа Дни, проведённые в вашем обществе, были прекрасны. Именно это я хотел сказать. Нам тоже было очень хорошо с тобой, Олигарио. Джеки, прошу тебя, обдумай моё предложение. Я хочу, чтобы ты хорошо подумала, прежде чем принять решение. Ведь я считаю, что люди женятся раз и навсегда. Подумай. Так я и сделаю. В любом случае, я зайду через неделю, чтобы узнать, какой ты мне дашь ответ. Но вне зависимости от того, какое решение примет Джеки, знай, мы всегда рады тебя видеть. Спасибо, Иннезита, ты просто золото. Джеки, проводи, пожалуйста, Олигарио до дверей. До свидания, Дженнифер. Счастливо. А вот и Сезар Августу. Спасибо, что позволили мне повидать Патрисию. Не за что. Сезар Августу, не обижайся, но тебе лучше уйти. Дон Педро вот-вот будет тут. Ты прав. Я не хочу причинять вам неприятности. Спасибо. Не знаю, почему Дон Педро так не взлюбил Сезар Августа. По-моему, он отличный парень. У него глаза красные, ты видел? Да. Бедная Патрисия. Знаю. Сейчас не время говорить об этом. Тем более, все просили меня молчать. Но мне известно, кто был причиной твоего несчастья. Патрисия, Сезар Августа должен раз и навсегда оставить тебя в покое. Ведь все твои беды только из-за него. Папа, все нормально. Не надо искать виноватых. Я так ему и сказала, но он ужасно упрям и не желает меня слушать. Все произошло случайно. Моника не хотела причинить мне зло. Я пыталась ее удержать и потеряла равновесие. Вот и все. У тебя доброе сердце, дочка. Нельзя же позволять другим портить тебе жизнь. Папа, пожалуйста, ну зачем так говорить? Ладно, ладно. Я не буду тебя волновать. Кстати, знаешь, врач сказал, что если ты будешь чувствовать себя как сейчас, тебя выпишут через пару дней. Да, но хорошо бы тебе после этого отдохнуть. Я тут подумала, когда меня выпишут, мне хотелось бы вернуться домой, к вам. И жить там как прежде, дома. Неужели? Дочка, это правда? Да, папа. Я хочу жить с вами. Присаживайся, пожалуйста. Спасибо. Я решил, что нам лучше встретиться в кафе. Ирмина смогла бы увидеть Доня Эмма, а я бы этого не хотела. Ты верно догадалась, зачем я тебя позвал? Нет. Я не знаю. Ну что ты. Сильвия, ты должна помочь Мануэлю и мне. Это очень серьезно. Ты, наверное, знаешь, что Мануэль потребовал пересмотра дела. А правду о том, что произошло 9 лет назад, когда его посадили в тюрьму, знают только три человека. Только три. Моя мать, Мануэль и ты. Я не знаю, чего ты от меня ждешь, Сазара Августа. Но сразу скажу тебе, я не посмею пойти против твоей матери. Чего ты боишься? Я ужасно боюсь твоей матери. Да, я помогла ей оклеветать Мануэле. Но даже теперь, по прошествии стольких лет, я не могу ее выдать. Ты же знаешь, она способна на что угодно. На что угодно. А тебя не пугает то, что никто так и не узнает правды? Что репутация Мануэля навсегда останется запятнанной? Да, она моя мать. Но я не могу ей простить подлость. Сильвия, а у тебя есть совесть? Ты сможешь спать спокойно, зная, что когда судьба Мануэля оказалась в твоих руках, как девять лет назад, ты промолчала. Как хорошо, что ты поправилась. Патрисия, мы очень за тебя переживали. Да, меня вылечили, я здорова. А как у тебя с настроением? Патрисия, сейчас ты в это не веришь, но все плохое когда-нибудь забывается. О, да ты настоящий профессор. Ты точно решила, что не поедешь на свадьбу? Да. Ну, тебе неплохо бы развлечься. Нью-Йорк дивный город, туда съезжаются люди со всего мира, там можно увидеть всех и вся. Тебе бы там понравилось. Подумай, Патрисия, осталось всего восемь дней. Мы с Леонсио будем счастливы, если ты приедешь. Правда, дорогой? Ну, конечно. Мы смогли бы побродить по галереям, пойти в музеи, в театры. И наведаться в магазин, они там изумительны. Я подумаю, а если не приеду на свадьбу, я обязательно навещу вас попозже. Мы почти ее уговорили. Мама, хочу попросить тебя сделать кое-что, что избавит нас от излишних мучений. Я знаю, о чем ты хочешь меня просить. Мой ответ – нет. Умоляю тебя. Сделай это хотя бы из любви ко мне. Я готова отдать ради тебя жизнь, но это совсем другое. Я не прошу тебя жертвовать жизнью, мама. Просто скажи, наконец, правду. Мама, неужели ты так жестокосердна? Неужели за столько лет ты не научилась признавать свои ошибки? За что ты так ненавидишь Мануэля? Он виноват лишь в том, что пытается вернуть то, что принадлежало его матери. Я прошу тебя, мама, скажи, наконец, правду обо всем об этом. Мануэль только так говорит. Ты зря веришь ему, а не мне. Он обманывает тебя, а ты не понимаешь, что он никогда не признает своей вины. Ты пойди в библиотеку. Возьми газеты того времени. Там написано обо всем. Об уликах, которые нашли у него, о приговоре, который вынесут. Сделай это. Сделай. И ты поймешь, что он преступник, и суд вынес ему справедливое наказание. Убедись сам, если не веришь мне. Пожалуйста. Они оба были очень добры ко мне. Но ты вспоминаешь чаще Сазара Августа? Да. Я не думала, что он станет так переживать из-за ребенка. Он столько выстрадал, когда погибла Моника. Патрисия, ребенок есть ребенок. Да еще твой. Я убеждена, что вы...